Я буду жаловаться! Странсбурский суд! Давай, давай. Пока адвокат не пришел, почалишься здесь, драчун. Я ворону жалобу подам, вы сядете! Давай, давай, давай. Вы у меня все сядете! Да, все, все, все. Драчун, ты что тут забыл? Это вы мне? Ты здесь кого-то еще видишь? Просто недоразумение, понимаете, у меня жена, ну, как глупая женщина. Маляву накатала, как будто я ее и сбиваю. Как глупая женщина. Я ее, два метра ростом. Ничего, ничего, у меня сейчас адвокат через пару часов приедет, я вам мешать не буду. Слышь, Рыжий. Дело у меня у тебя будет. Какое дело? Какое? Если откажешься, я тебя потом найду и голову откручу, как в вратине, понял? Хорошенькое делство. Короче, расклад такой. Как выйдешь отсюда, сразу позвонишь по одному телефону, понял? А у вас ручки не будет записаться? Я тебе сейчас ручки повыдергиваю. 8-9. Слышь ты, Вася, запоминай. Повтори. Правильно. Скажешь, что мороз спалился, пусть сваливают, понял? Понял? В туалет хочется. А в туалет можно? Мне очень нужно в туалет, слышите? Гусеничка, если не своя яичка. Раскололся. Эх ты, дуря. Чего? Открывай, Саня. Саня, гнида лентовская. Ты меня разлел, взоренок. Саня, Саня. Что? Действительно, гусеничка хочет в туалет? Эх ты, дурень. Эх ты, дурень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, привет. Ну, что? Человека нашёл? Нашёл. Девочки? Девочка. Отлично. С девочками как-то проще договариваться, да? А потом... Их почему-то не жалко. Учение, свет, а не учение. Что? Правильно, тьма. Ну, давай. Вот сволочь, а. Кто? Да никто. Колесо сдулось. Сгоняй за насосом. Что? А нет, я. А что, я должна это делать? Здрасте, я буду это делать. Послушай, когда тебе надо, я и кофе тебе в постель ношу, и мусор ношу. Пап, знаешь, кто ты? Ну, кто я? Зануда. Я зануда? Все, пап, у меня контрольная, мне надо идти. А, контрольная. Как что, как контрольная? Как папе насос принести? Да. Да. То есть у тебя молодец. Да. А у тебя насоса нет, случайно? Какой у насоса? Ну, этот, который... А, нет. Ну, если хочешь, мы можем пойти поискать. Да нет, спасибо. У меня наверху свой. Скандал произошел во время пресс-конференции. На вопрос журналистки артист начал нецензурно брониться. После того, как она предложила ему повторить сказанное, он попытался ударить ее. Журналистка пообещала подать на певца в суд. Хорошо. Она? Мне сказали, что она спит и видит. Как бы раздобыть какой-нибудь материальчик поскандальней. Работает в газете на местном телевидении. Ну, короче, лучше кандидатуру нам не найти. Есть такая теория, не знаю, слышал ты или нет, по фотографии человека можно судить о том, что он думает в данный момент. Видите, вся правда всплывает. Человек становится... ...так открытая книга. Тихо. Не бойся. Только главное правильно читать. Мне иногда удается. Мне кажется, я знаю, о чем ты думаешь сейчас. До выборов мэра остается всего ничего. Чуть больше месяца. С нынешним у нас отношения как-то не сложились, мягко говоря. Не находим мы общего языка. Если он выборы выиграет, переизберется, мне придется и дальше себя во многом ограничивать. Но это в мои планы, честно говоря, не входит. Я вот ясно увидел. Ты сгораешь из желания помочь мне решить эту проблему. Так ведь? Конечно. Договорись с девчонкой. Ладно, только сделай это побыстрее. Конечно, Чингис. Конечно. Ну, хорошо. А вы что ж, товарищ, творите? Разрисовываете плакаты? Что? Я просто вот скоро выборы не знаю, за кого из них голосовать. За Титова, конечно. Где? А почему? Я его знаю. Да ладно. Два года назад я охранял его жену. А он чинил мне кран в туалете. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Жена оказалась стервой, а вот кран ваша до сих пор. А подожди, а ты сам-то за кого брыжгался? Да ни за кого нельзя мне. Почему? У меня плоскостопие. Девушка, извините, можно задать вам один вопрос? Вы ведь известная журналистка, да? Людмила Парфенова? Я вас знаю. Ну, допустим. Откуда вы меня знаете? Вы ведь известная журналистка, да? Людмила Парфенова? Я вас знаю. Ну, допустим. Откуда вы меня знаете? А я ваш давний и преданный поклонник. Извините, а вы можете уделить мне немного вашего времени? Вряд ли. Вы избрали не самый лучший способ знакомства с девушками. Он на меня не производит никакого впечатления. Да? А если речь идет о настоящей журналистской бомбе? Поверьте мне, эта бомба будет похлеще в вашей драке на пресс-конференции. Знаете, как это называется? Не суйся ко мне и не будет никаких проблем. Это и так, на всякий случай. Так, о чем вы хотели с вами поговорить? Я думаю, что вы наверняка знаете о том, что наш мэр не самый бедный мэр в нашей стране. Ну? Ну, тогда, может быть, вас заинтересуют конкретные факты. Выпуски из банковских счетов. Круглые суммы, не учтенные в налоговых декларациях. Самое смешное, что все эти документы, они настоящие. Потому что похоже это на журналистскую бомбу. И потом, как только мы с вами договоримся. Мне нужно позвонить главному редактору. Разумеется. Нет, 50 тысяч для такого чудного мэра, это слишком мало. Нам никто не поверит, это неубедительная сумма. Надо больше переводить. Но ведь эти деньги уже не вернутся никогда. Я хочу ему 200 перевезти. 200 тысяч. Как? Такая сумма? 200 тысяч. Вы бы отказались от взятки в 200 тысяч долларов? Я? Нет, конечно. Вот так я думал. А дурачок мэр отказался. Правильно? Нет. В любом случае, сейчас это значение уже никакого не имеет. Потому что пока он от них отмоется, электорат ему этого не просит. Духов. Переводи. Позволь. Это она, я отвечу. Разумеется. Да, да, я слушаю. Ну что у тебя? Ну говори быстрее, я на освещание. Какая еще бомба? Что? То есть, если я тебя правильно понял, у тебя есть информация о том, что наш мэр берет взятки? Ну. Ты сейчас спрашиваешь, напечатаю я это или нет? Ну что ж, он сделает материал, но нужны факты. Ну я же сказал, все вы получите в наилучшем виде. Ну так что, договорились? Так, Алексей Андреевич, мне нужна ваша подпись. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Что у нас на завтра? Так, завтра встреча с избирателями на Останкостроительном заводе, прямой эфир на местном телевидении и... Извини, Миша. Что за черт? Смотри-ка. Ничего не понимаю. Ну это из банка. Поступление на ваш счет. Это перевод? Да, это ошибка какая-то. А сколько? Двести тысяч. Долларов. Я повторю, у нас завтра встреча с избирателями на Останкостроительном заводе. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Ты ок? Да. Ну, поехали. Ага. Подонки. Маша. Да, Алексей Андреевич. А где Локтиков? Простите, Алексей Андреевич, я его сегодня еще не видела. То есть ты хочешь сказать, что нам через 15 минут выезжать, а его до сих пор нет? Так, Маша, ты мне хоть из-под земли этого Локтева достань. И еще. Позвони этим писакам. И выясни, кто такая Людмила Парфенова. Хорошо. Может быть, мы с вами лучше прогуляемся? А то, думаю, в этой машинке нам будет тесновато. Ну, давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы все-таки рискнете и возьмете меня под руку, то со стороны мы будем выглядеть весьма приятной парой. Надеюсь, против такого метода к аспирации вы не будете против? Не вижу в этом никакого смысла. Ведь в отличие от вас мне нечего прятать. Денег я у вас не брала. Я просто честно делаю свою работу. Вы верно приняли меня за другого человека. Вам показалось, что вы можете меня использовать. Но это не так. Я с вами общаюсь, пока мне это интересно. Моя задача донести до людей правду, какой бы жестокой она ни была. Желательно, чтобы она была еще и скандальной. Скандальная правда в первую очередь отличается тем, что ее сложнее донести и сложнее узнать. Я журналист, понимаете, в первую очередь. И мне неинтересно продаваться. Вот если бы вы мне предложили бы деньги, я бы отказалась. Да что? Да. Мне неинтересно продаваться. Мне интересно писать статьи, о которых потом будут говорить люди. Лично я против нашего мэра ничего не имею. Но если он берет взятки, и это факт, я считаю, что избиратели должны об этом узнать. Например, с моей скромной помощью. Ну, насчет скромности вы победняетесь. Простите, вас все это не устраивает? Спасибо, что меня все очень устраивает. Меня настолько устраивает с вами работать, что я готов поделиться с вами еще одной увлекательной историей. Да. Я слышал, что после последней вашей статьи вы стали желанным гостем на телевидение. Знаете что, предложите им прямой эфир. Я вам гарантирую, это будет, как это называется, всем рейтингом рейтинг. А прямой эфир с кем? Один очень надежный источник, я бы сказал, весьма надежный. Господин Локтев. Референт нашего уважаемого мэра Ужон-то знает о его грязных делишках. Очень хорошо. Пишите ваш аппарат. Я вам оставлю один номер. Вы можете позвонить по нему и все проверить сами. Правда, позвонить вы по нему можете только один раз. Сами понимаете, что наш уважаемый мэр не заинтересован, чтобы вся правда всплыла наружу. Да и нам с вами проблемы не нужны, ведь так? Да. А это для того, чтобы вы играли со мной честно. Я вам позвоню. Скажите, Люда, но только между нами, вы понимаете, что это будет скандал? Ну, разумеется. И высокий рейтинг для вашего телеканала тоже? Ну, если честно, я бы... Я бы не хотел, знаете, ссориться с мэром. Значит, вам придется поссориться со мной. Только потом не удивляйтесь, что вам придется проходить в одной компании с мэром. Да, и где проходить? Полагаю, что в суде. И, как минимум, вам придется объяснить, почему вы решили скрыть информацию, которую получили от меня. Да неужели ты не понимаешь, что все это очень похоже на обычные предвыборные войны? Кто-то заказал мэра, понимаешь? И льет на него грязь. С помощью тебя, кстати. С помощью тебя. Допустим. Ну, я же не предлагаю вам кота в мешке. Я просто хочу, чтобы вы проверили мой источник. И если он окажется заслуживающим доверия, а не липа, вы дадите мне прямой эфир. Ладно. Но если это окажется правдой. Договорились. Я думаю, что это вас как-то убедит. Алло. Меня зовут Михаил Локтев. Я работаю личным помощником Алексея Андреевича. Я хочу рассказать все, что знаю. Только мне нужны гарантии. Прямой эфир. Сева. А ты почему домой не идешь? До свидания. Пока. Что-то с машиной? Нет, я движок перебрал там. Мне вон свечи немецкие на халяву достались. Так я поставил. Знаешь, как с места рвет даже. Филипчук не даст соврать. И что, некуда идти? Есть куда. просто не к кому. У каждого человека должен быть кто-то, чтобы было к кому идти. слушай. А давай мы скинемся и вызовем тебе стриптизерш, а? А чего? Отдохнешь, потанцуешь. У нас вон этих стриптизерш по выходным полный КПЗ набивается. если я и женюсь на ком-то, то только по любви. Все правильно. Еще надо салон перетянуть, резину поменять. Да. Ну, еще масло там, а то жрет. Клапана надо прочистить. хорошо. Ну, все, я побежал. Что, случилось? Да нет, ничего не случилось. Да ладно, я же по глазам вижу, что-то случилось. Ничего. Но если что-то случится, я обязательно тебя позову на помощь. И буду кричать. Кочкин, помоги. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Потрясающая конспирация. А что это? Это же демократично, что ли? Мэр на «Жигулях». Помните, вы как-то меня спросили, хороший ли я мэр? Я тогда ответил вам, что да. Помню. Проблема в том, что я вас тогда не обманул. Я действительно хороший мэр. Потому что не беру взяток, не участвую в махинациях. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что ж, надо отдать вам должное. Теперь большие проблемы у меня. Надеюсь, вы слышали о грядущих выборах? Да кто же не слышал? Он весь город уклеен листовками. А про Чингиза вы слышали? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Рассказывали. Говорят, он управлял городом. А сейчас находится в федеральном розыске. Да. Старые счеты не дают ему покоя. Он звонил мне два дня назад. Да. Да. Это ведь я выжил его из города. Сейчас грядут выборы. И он сделает все, чтобы посадить в кресло мэра своего человека. Чингиз вернулся и не просто вернулся. Он начал войну. Мне не нужно помогать с выборами. Я... Остановите его. Вообще-то у меня принцип. Я в неполитике. Дело не в политике. Просто вы мне однажды проговорились. Я? Вы сами сказали, что вы честный мент. У меня даже была возможность в этом убедиться. Так вы поможете мне? Конечно. Как честный мент честному мэру. Но на будущее я вас познакомлю с еще одним честным ментом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравия желаю. Лейтенант Кочкин. Ваши документы? Да, конечно. Сейчас. Бежал. Парфенова Людмила Петровна. Лихачить, значит, любим. Да нет, ну что вы. Я совсем не люблю лихачить. Да и на этой машине вообще невозможно лихачить. Уверены? Абсолютно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Накануне ничего спиртного не пробовали, не пили. Остаточных явлений нам не наблюдалось. Простите, лейтенант. Как вы уже успели прочитать моих документов, моя фамилия Парфенова. Я журналист. И довольно известна. И вообще со мной эти ваши гаишные штучки не пройдут. Я сейчас здесь такой шум не вижу, что он вообще мало не покажется. И вообще, где этот ваш, как его этот, радар, а? Что? Что? Что испугались? Глазки забегали? Боитесь оказаться на страницах нашей газеты, да? Я говорила вам, что со мной шутки плохи. Я вас предупреждала. Я вообще никуда теперь не уеду. Где этот ваш, как, начальник? Что? Так вы хотите с начальничеством побеседовать? Не побеседовать, а поругаться. Ну... Там начальство... Стоять! Я крайне возмущена. Это просто какой-то беспредел. Неужели? Ну, да. А вы, простите, вообще кто? Капитан Диченко моя фамилия. Очень приятно, капитан. Ваш этот, как его, лейтенант, у него даже этого нету. Радара. Что? Ну, что вы так на меня смотрите? Смотрю и думаю, за сколько вас можно купить. В каком это смысле? Ну, сколько вам платят, чтобы вы обливали грязью моря? А, так вот, в чем оно дело. А то я сразу не поняла. Выходит, вас мэрка мне подосла. Будет с меня угрожать? Да. Вот оно, истинное лицо нашей власти. Значит, по телевизору у нас уси-пуси, а как что не так, так сразу своих церберов присылаете. Понятно. Не на то напали. Думаете, я испугалась? Как бы не так. Что? Ну, что вы молчите? Ну, говорите! Что такое? Вы заигрались, Люда? Еще чуть-чуть, и будет очень больно. Паря, вы не угрожаете? Нет, просто хочу вас предупредить. Люди, которые вас используют, ну, в общем, им нельзя доверять. А вам, значит, можно. А мне доверять можно. Почему? Потому что я честный. Значит так, честный капитан, передайте своему мэру, что мы с ним не договоримся. Очень не люблю, когда мне говорят, значит, так. Уйди. А он что, отпустил уже? Э, а ну стой! Давай уходят, ну! Спасибо, мужики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, это Людмила. Меня сейчас нет дома, но вы можете оставить свое сообщение после звукового сигнала, если, конечно, вам есть что сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хорошо, хорошо. Девчонка, молодец! Я думаю, теперь остается один финальный аккорд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убей их так, чтобы хорошего впечатления не испортить. Финал должен быть ярким. Но все же готово. Да что это? Быть того не может. Ну, излагай, что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага, ты же вообще на дорогу не смотрел. Да она не могла здесь быстро развернуться. Через двойную сплошную, по встречке. Тем более там знак лечел. Только прямо. Знаешь, вообще-то она женщина. А это многое объясняет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Ну, только я не уверен, что она повернула именно сюда. Просто-напросто ты ее, Кочкин, упустил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, хорошо, не упустил. Но все равно. Что? Что? Что но? Все равно и все равно. Что? Ладно, ты прав. В кои-то веки. В кои-то веки. Прошу меня. Просто серная пробка тут. Я не расслышал чуть-чуть. Я сказал, что... Я не прав, а ты прав. А еще разочек можно, просто чтобы поверить по-настоящему? Не верится. Да. Я не прав, Кочкин прав. Довольно? Ну, своего благодарного зрителя ты уже обрел. Ну, над чувством надо поработать. Это вообще... Ну, вообще-то я не знал, куда она повернула. Мне просто тут Пилипчук адресочек нацарапал ее. Я думаю, куда журналистка могла поехать-то после работы? Домой. Ты знаешь, чё? Чё? Я тебе. А ты... Кочкин не прав. Сань, ну ты же не собираешься к ней идти? Не прав. Сань. Никому я не нужна. Я же тебя всю редакцию на уши поставила. Но, прежде всего, я хотел бы предупредить вас. Бойтесь, нашего Мэра, это страшный человек. Он ни перед чем не остановится. Вы должны знать, Люда, подумать о своей безопасности. Хорошо, Домила, я готов. Можете задавать свои вопросы? Чё за... О, дикий. Ты же ее видел, она невменяемая. О, она же послала нас далеко вперед и надолго. Подожди ехать. Там еще семь этажей переться. О-о-о. Да. О-о-о. Во-первых, она просто пока еще не летает, что творит. Конечно. Но она же хотела жареному материальчику. Она его получит. Только не понимаю, с чего ты взял, что она не из их банды. Потому что я с ней разговаривал. Я тоже с ней разговаривал. И чё? Хе-хе-хе. Сева. Чё? Это называется его величество. Опыт. Саня, Саня. Это называется... Называется, она тебе понравилась. Что? Она мне... Да, во-первых, я увидел искренность в ее глазах. Она искренне верит, кто что делает. Абсолютно. Во-вторых, мы просто обязаны предупредить ее насчет Чингиза. Конечно. Ты сам знаешь. Мы тиши, что в мешок и под землю. Знаю. И в-третьих... Да она мне в дочери годится. Конечно. Или в тетке. Или в старшие сестры. Вот. Ну, признайся, она же тебе нравится, а? О, железный ящик пришел. Спусти лифт, Сева. Все люди делятся на две категории. Не любят, когда больно, а другие, когда быстро. Ты как быстро начинаешь? Ну, вот и не представляешь, как мало мне нужно от тебя. Ха. А Мажева надо же разговаривать с нами не будет. Не откроет. Глазок посмотрит и не откроет. Иди проверь. Посмотрим. Ну, смотри, смотри. Кто? Это из милиции. Постарайся их убедить. Что там? Это капитан Дьяченко. Откройте на пять минут. Уходите, нам с вами не о чем разговаривать. Я не успел сказать вам самого главного. Уходите, мне не о чем с вами разговаривать. Речь идет о вашей безопасности. Не старайтесь, я вам не открою. Вы что, меня боитесь, что ли? Да уходите же вы. Ну, иначе я сейчас вызову... А мы уже здесь. Мы уже здесь. Послушайте, если вы так боитесь, откройте дверь на цепочке. Мы поговорим пять минут. А если я не открою? Тогда мне придется орать на весь подъезд. Так, короче, я отсюда не уйду. Пока с вами не поговорю. Спасибо, что открыли. Что вам нужно? А у вас все в порядке? У меня не может быть все в порядке, потому что меня постоянно преследуют навязчивые милиционеры. Я хотел... Я вообще не понимаю, о ком идет речь. Малочка! А как же ваш друг? Нормально, он справится. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо очень. Ну, да, обычно как-то все это громче, бывает. Вы его убили, да? По крыше ушел. Девочку отпусти. Отпусти девочку. У нас проблема. Девчонка все жива. Да не знаю, как они пронюхали. Да, уже еду. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, как? Ну, что? Понравилось приключение? А что, Котикин, интересное было бы интервью. Героическая смерть журналистки. Редакция в шоке, читатели плачут, а патологоанатомы сшивают тело по кусочкам. Почему по кусочкам? А потому что у Чингиза такая манера всех своих жертв по кусочкам собирать и разбирать. Я даже не знаю, кто это. Я даже не знаю, кто это. Ну да, конечно. И имени никогда не слышали? Нет. Ну, честное слово, я это имя первый раз от вас услышала. Ну, правда. Ну, скажите, ну, кто это? Так вот, чтобы вы знали, Чингиз самый большой и плохой человек. Вот так. Он что, бандит? Да. И он меня использовал? Да. Ну, как? А вот это нам еще предстоит выяснить. А теперь успокойтесь, чистый, и вспомните подробно, что было, когда вы вернулись домой. Так. Сейчас. Значит, лифт. Я зашла. Разделась. Ну, как всегда. Посмотрелась. Зеркало, значит, прошла в комнату. Так, сейчас, 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 господи, сейчас. Диктофон! 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 Сейчас, сейчас. Диктофон. Так, где он меня? Где? Где я делал? Карман. Вот. Здесь, значит, здесь запись. Как будто я брала интервью. Но только я этого не делала, понимаете? Я не брала никакое интервью. Интервью было с Локтевым. Откуда вы знаете? Милая моя, это хоррор. Вы же матерая журналистка. Ну, что же вы так доверяете людям? Да вас просто использовали в грязной политической предвыборной борьбе. Ну? И не нужным был никакой прямой эфир. Им нужна была шумиха. Надо было обставить все дело так, будто мэр убирает неугодных ему свидетелей. Ну? Меня? Вас! И Локтева! Все. А теперь дайте диктофон. Дайте мне диктофон. Куда нажимать? Там. Все за черт. Тихо! Живность в доме имеется? Нет. Кошки, собаки, елки? Нет, ты никого. А ну, уходи, слышь ты. А ну, ты на голову пристрелил, тварь! Труб, заткнись! Вот и второй труп. Господин Локтев, если не ошибаюсь. Прокажи мне свой первый грозд с твоей пятиклассников. Тут понимаю, у меня такая проблема. Какая? После этого я стал звездой школы. И мне предложили остаться в школе после чего. Работает? Да, да. Ну... Ой, сейчас, извините. Дусь! Дусь! Извини, пожалуйста, Юр. Мам, мне кажется, ты меня как-то избегаешь в последнее время. Мам, показалось, у меня, Сергей. Я пойду, уроков очень много. А я видела, папа вернулся. Ну да. А что? Как он себя чувствует? Отлично. Ольга Сергеевна, можно вам задать нескромный вопрос? Конечно. А вам-то какая разница, как папа себя чувствует? Тебе не кажется, что это как-то грубовато? А вам не кажется, что вы слишком быстро пере... Что? Да нет, ничего. Просто классный у нас физрук, Ольга Сергеевна. Фигуристый. Как раз в вашем вкусе. До свидания. До свидания. Причем здесь физрук? Значит так, расчет был следующим. Сначала должны обнаружить ваши тела. Да, мертвые тела. А потом диктофон. На котором интервью господина Лоптева. Они хотели... Молчать! Там Тимур... Орвал наш замок. Далее. На завтра. У вас запланирован прямой эфир. Вы встречаетесь, ну, чтобы обсудить кое-какие детали. И вдруг вас неожиданно кто-то убивает. Кто? Ну, конечно же, наш мэр-коррупционер. Слушайте, я должен немедленно позвонить ему. Они заставили мне говорить такие ужасные вещи. Я должен объяснить ему, что я... Если ты сейчас не заткнешься, я буду вынужден принять меры. Спасибо. Надеюсь, нет желающих умереть красивым и молодым. И замечательно. Ну, ну, хорошо же. А посему... Кочкин, иди заводи машину, а мы ищем безопасное место. Встаем, одеваемся и организованно... Организованно! Спускаемся к машинам. Я никуда не поеду, пока вы мне не скажете, куда именно мы едем. А вас, между прочим, барышня. Никто не спрашивает. Я сам. Я сам. Чингис, это был форс-мажор. Но никто не предполагал, что они поедут к ней на квартиру. Ч-ч-ч-ч, не надо так орать, я все слышу. Так мне вузу испугнешь своего доброго. Я намерен сделать ряд совершенно уникальных фотографий. Они безусловно украсят любую фотогалерею. Киллер, проваливший задание. Сначала он на фотографии живой, а потом совершенно наоборот, мертвый. И все это с интервалом минуты в три. Как концепция. Чингис, тихо-тихо-тихо. Ты улыбнись, улыбнись. Как ты умеешь, улыбнись. Ну, вот. Счастливое лицо. Счастливого человека. Хорошо. Ну, ты расслабься, расслабься. Ну, все же хорошо. Ты ведь профессиональный человек, верно? Да. Ну, тут навыки у тебя соответствующие. Есть? Есть. Не понимаю. Все, иди, иди, иди. Мы по душам поговорим. Садись, 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 садись. Садись. По душам сейчас потолкуем. Ты мне скажи только честно. Что там произошло? Сначала все было как надо. Я притащил Локтева в квартиру. Сделал запись начала интервью. Как мне все объясняли. Потом девчонка пришла. Я не хотел ее сразу убивать. Я хотел обставить все правильно. И не успел. Потому что менты эти пришли. Сколько? Что? Ментов сколько? А, двое. Два мента. Ух, табун. Они хотели ей рассказать. Предупредите. Ну, понятное дело. Они же осведомленные сильно. Вообще мне говорили, что проблем не будет. Что никто ни о чем не догадается. И вообще я не нанимался. Не только внимательно. Да, ну, конечно, нет. Естественно, не нанимался. Значит, если я правильно понимаю, мы имеем живую журналистку, живого Локтева. Ты засветился. Так? Верно. Значит, в этой связи я вижу два варианта решения проблемы. Вариант первый. Ты возвращаешься в город и ликвидируешь журналистку, ментов, всех свидетелей. Кто у нас остался? Помощник мэра? Так. Вариант номер два. Никуда ехать не надо. Мы тебя убиваем здесь и самостоятельно решаем проблемы. Тихо, 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 тихо. Это не к тебе вопрос. Я больше склоняюсь к варианту второму. Он менее хлопотный. Не знаю. Вообще он профессионал. Думаю, ему можно доверять? Черт его знает. Мне кажется, материал-то он уже отработанный. Не такой уж отработанный. Пиф-пиф. Ха-ха-ха-ха. Ну, ну что? Ты видишь, о каком доверии тут может идти речь? Попал. Черт. Ну, не двигайся. Он и не двигается. Ха-ха. Никому в этом году нельзя доверять. Совершенно старший год. Почищать тебя. В общем так, мне нужна мертвая журналистка, мертвый локтев. У них же есть друзья, родственники, там, мужья, жены, не знаю. Ну, придумай ты что-нибудь. Пойдем. Ты, смотри, какой кад. Ха-ха-ха. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я забыла телефон. Я думаю, сегодня можно обойтись и без телефона. Он мне очень нужен. Ну, пожалуйста. Золотой. Не нужны ли вам улики? И не надо. Какие улики? Мама моя, мама. Это что, восстание живых мертвецов? Креново. Может, объясните, что все это значит? Ну-ка, ну-ка, дайте мне. Можно мне? Можно? Можно? Это, это, это что, правда? Это же не может быть. Он же мертвый. Я требую объяснения. Это кто? Это ваш Чингис? Нет, это не Чингис. Но нам с вами от этого не легче. Алексей Андреевич, я думаю, мы не должны оставлять безнаказанное. Это форменное, форменное безобразие. Слушай, ты гнида, тебе сейчас повезло. Ну, не думай, что тебя будет вести всегда. Запомни, рано или поздно ты все равно сядешь. Это я тебе говорю. Вот. Держи. Что это? Это твое заявление об увольнении по состоянию здоровья. Чтоб духу твоего больше рядом со мной не было. Твое заявление об увольнении по состоянию здоровья. Пересчитывать будешь? Я тебе доверяю. А я вот обязательно проверю. А то слишком много в последнее время шантажистов развелось. А ты не воруй, честный человек. Тогда и жить станет проще. Ну, а Дикого для чего подставил? Это что, добро, что ли? Нет. Нет. Тогда закрой рот и не вякай. И не раздражай меня. У нас с диким дабми счеты. Папа. А тебе чего надо? Капитан Дьяченко. Прошу всех покинуть заведение. Вопрос. Кто нам будет танцевать стриптиз на столе? А я знаю, кто будет танцевать стриптиз на столе. Ты будешь. Ты будешь танцевать стриптиз на столе. Класс, а? На работе не танцуй, мужики. Извините. Правило такое. Да ладно тебе. Ну, че дай. А мы тебя попросим. А? Попросим? На, да. Давай, давай. Сюда. Идешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Всем спасибо. Все свободны. Секундочку, секундочку. Как говоришь, твоя фамилия? Диченко. 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 Да. У нас проблема, Макар Иванович. Наши орлы взяли человека Ченкиза. Взяли? Да. Вместе с деньгами. Твою мать. Твою мать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты, Диченко, ты мне еще за все ответишь. Я тебя по судам затаскаю. Ты еще проклянешь тот день, когда со мной связался. Понял? Я все равно знаю, что это ты. А знать мало, дорогой мой. Надо еще доказывать. А у тебя, кроме трупов, ничего нет. Я тебе достану. Руки короткие, ментяра. Да ну! Вы арестованы, господин Мальцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то я милиции не вижу, а? Эй! Милиция! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня кто-нибудь собирается сегодня арестовывать, или как? Как же все бездарно. Ты что, мне кинуть решил? Давай стреляй. Все равно это уже ничего не решит. Ты проиграл, Мальцев? Ну и терять-то мне тоже больше нечего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, у нас еще один труп. Оформляй. Хо! Ну или почти труп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот что, Петя. Не знаю, какой ты там адвокат. Но мой прежний сделал бы все, чтобы я отсюда вышел как можно скорее. Я все же еще не волшебник. От тебя никто чудеса не ждет. Просто узнай. Сколько. А я уж как-нибудь достану. Вы, наверное, не совсем понимаете, тут все немножко сложнее. Тут же еще убийство чеснока и покушение на сотрудника милиции при исполнении. Это такая задница, из которой есть только при помощи нашего общего друга можно будет выбраться. Он, конечно, вам доверяет и готов ради вас рискнуть. Но... Вы же сами понимаете. Что он хочет взамен? Как обычно. Ничего. Ему нужен друзья. Все остальное у него есть. Передай ему, я готов на все. Главное только выбраться отсюда. Вот такая, понимаешь ли, загогулина. Прямо-таки остросюжетный сюжет для остросюжетного фильма. В котором вы бы заняли почетное место. Какое? Правда, посмертно. Я вообще здесь ни при чем, вы понимаете? Я же с собственными глазами видел, как его это... То ли вы стрелили. Не все то мертвое, Кочкино, что упало, лежит. Вот так. Блин. Это же бывший вице-мэр. Я же его видела и как последняя просто дура ничего не почувствовала. На вашем месте я бы не радовался так равной барышне. Эти люди вас так просто не оставят. Слишком вы неудобный свидетель для них. И потом, когда сейчас эта афера раскроется, и мэр из-под лица превратится в героя. И тогда, кого бы Чингис не толкал на выборах, у него шансов нет. Так что выход в них один. Какой? Убить вас. Подождите, как убить? Ну, я не знаю, как расчленить, утопить, четвертовать, сжечь в яме звездковой. А еще можно медом намазать и в муравейник. Да. Ну, а что же мне делать тогда? Для начала стоит перебраться в безопасное место. Лучшего варианта, чем моя квартира, я ничего не придумал. Поэтому вы сейчас едете ко мне, а я еду к мэру. Вопросы есть? Вопросов нет. Поехали, Кочкин. Я поеду с вами к мэру. Я все должен рассказать Алексею Андреевичу. На подвиги потянуло? Вы не понимаете. Он же просто думает, что я его предал. А сейчас, перед выборами, ему просто необходима моя поддержка. Я должен быть там. Ну, что ж, договорились. Значит, вы едете ко мне, а мы едем к мэру. Думаю, мэр его не оставит без охраны. Конечно, это же мэр. Конечно, потому что Алексей Андреевич там охрана. Тихо вы! У меня и так голова от вас, как арбуз. Зеленая, что ли? Да, поехали. И что, папа, он видел нас вместе? Да при чем тут папа? Речь сейчас обо мне. Точнее, о нас. В общем, я решила и подумала, нельзя полагаться на слепой случай. Надо брать свою судьбу в свои руки. Но все остальное компромисс. Он меня не устраивает. Я эти компромиссы терпеть не могу. И так предостаточно насмотрелась. Где? Дома. Мне знаешь, такая мыльная опера. В главной роли капитан Диченко. Одну, видите ли, он любит, но не совсем. Другая ему нравится, но не до конца. Третья притягивает, но ненадолго. Я на его грабли, но ступать не собираюсь. Ну так что? Он видел нас вместе? Да ничего он не видел. Успокойся. Вот это меня как раз и расстраивает. Короче, Вась, если у нас любовь, то мы должны не прятаться по углам, а открыто обо всем этом заявить. И папе. Папе в первую очередь. Как Ромео и Джульетта. Что, страшно? Знаю, страшно, но надо. Вообще-то у этих Ромео и Джульетта все не очень хорошо закончилось. Ну вот и хорошо. Я в тебя верю. Алексей Андреевич, я вообще не знаю, кто твой дикаря отпустил. Спасибо, Маша. Алексей Андреевич, это не я. Я его предупреждала. Все в порядке. Вы уверены? Вы уверены? Это мой друг. Ну... Ну чего, непонятно? С чего хорошего? Ну, если что, я за дверью. Ну? Что случилось? Нас, говорят, покойники воскресают. Ну, я ему, короче, говорю, ты, это, хорош дурку-то валять. Ты там арестован, все дела. Он такой пушку на меня наставляет. Ну и... Я-то, Воробей Стрелян, еще меня на этот пон дешевый не возьмешь, понимаешь? Не напугаешь. Да. И что потом? Ну, это что потом? Застрелили этого Мальцева, меня в плен взяли. Не, ну, что их там просто дофига народу было. Вооруженные. А я не мог рисковать со мной. Дуся была там. Кто? Дуся, это дочка дикого. Она мне помогала там. Чуть-чуть, чуть-чуть. На стрёме стояла. Ну, да. Я не мог рисковать. Да подожди, стой, стой. Что? А вдруг это они? Да нет, ты мой бывший. Я тебя умоляю. Алло. Да. Ну, и что у тебя такого случилось, что ты мне опять звонишь? Между прочим, в прошлый раз я тебе очень все доходчиво объяснила. Люда, послушай. Я не хочу говорить об этом телефону. Да, и не звони мне больше. Да, да, да. Это касается нас двоих. Тебя и меня. Ну, я подъеду, куда захочешь. О, как мы заговорили. А тогда, когда я тебя нашла в нашей, в нашей ванне, с этой кошечкой, а? О чем ты думал? Ты мне скажи, о чем ты тогда думал? Люда, ну, все эти скандалы. Понимаешь, ты могла ввязаться в очень опасную игру. Нет, за меня беспокоиться не надо. Я в надежных руках. Да, да. Что? Это я хочу тебе сказать. Это, между прочим, это, между прочим, мужчина. Да, это мужчина. Что? Он самый прекрасный. Самый замечательный. И настоящий мужчина. Красивый. Умный. И ты, и ты никогда, слышишь меня, никогда не будешь таким. Да? Что? Знаешь, что? У него даже имя подходящее. Да. У него подходящее имя. И зовут его Дикий. Понятно? Дикий. Что, почему Дикий? Почему Дикий? Ну, он. Потому что он милиционер. Да, я очень крутой милиционер. И не звони мне больше. Супер. Угу. Послушайте, я ведь вам уже говорил. Вы обратились не к тому человеку. Да и вообще у нее есть кто-то другой. Честно, она мне сама говорила. У нее другой мужик. Он какой-то Дикий. Дикий? Да, она сказала именно так. Милиционер. Она сейчас у него. А Дикий в курсе, что вы с ним... Нет, я ничего. Пока нет. Слушай, как ты думаешь, я могу понравиться Дикому, а? 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 Вы мне ничего не сделаете. Я буду молчать. Я ж не дурак, я ж все понимаю. Если что, вы меня из-под земли достанете. Я же никому ничего. нет проблем, живи. Так я могу и идти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понадобится больше дней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, я там картошечку решил пожарить? С луком. Ты как? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Постой. Тут такая очень неудобная ситуация. В общем, после всех этих передых, в общем, я не знаю, как удобно это сказать или нет. Короче! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вы совсем ничего не знаете. Как видите. Если бы я следил за судьбой каждого своего задержанного, мне бы не хватило... Поверьте, ничего этого не должно было произойти. И с Мальцевым работал лучший следователь нашей прокуратуры. Сначала Мальцев молчал, как рыба. А потом вдруг резко решил... Он согласился сотрудничать со следствием и дать все необходимые показания. И вы все ему поверили. У нас не было выбора. След от Мальцева тянулся так высоко, что было принято решение передать его столичным следователям. Его перевозили под усиленной охраной, но по дороге на машину, в которой перевозили Мальцевы, было совершено нападение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это кто? Это ваш дублер. Сейчас машину подпалим и дело с концом. Канистру тащи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда нашли машину, никто и не думал проводить экспертизы и узнавать, кто там сгорел, Мальцев или не Мальцев. Всем и так было понятно, что от него решили избавиться, как от ненужного свидетеля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятно. Хотели как лучше, вспотели как всегда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, кстати, Мальцев теперь работает на Чингиза. Вам что-то удалось узнать? Убийства Локтевой журналистки должны были повисеть на вас. Они еще живы? Локтев сидит в вашей приемной. Надеюсь, вы о нем позаботитесь. Ну, а с остальными я разберусь. Хотелось бы закрыть этого Мальцева раз и навсегда. А журналистка? Где она сейчас? Зачем вам? Да. Она в надежном месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, здрасте. Здрасте. А вы... А я Люда. Вы с папой пришли? Ну, мы с ним коллеги. Он мне помогает по одному делу. Я уже заметила. Вот, у меня там практически все готово. Можно? Привет. Кочкина, ты что здесь делаешь? Тоже по работе? Ну, у нас спецзадание. А, с полуголой девицей. Между прочим, я же рурналист. Кочкина, имей в виду, я тебя прокрывать не стану. И папе запрещу. Что? Что это значит? Дамочка, а вы вообще помалкиваете? Вам что вокруг? Холостых мужиков не хватает? Кочкина. Слушай, дайте мне моё полотенце уже в конце концов, а? Ну и что? Да пошёл ты. Сейчас вот папа вот пришёл, он тебе всё популярно объяснит. Теперь ты веришь, что сад здесь ни при чём? И он, он не мой любовник. Подожди. Я очень важный свидетель. И они меня хотят убить. А они меня охраняют. Знаешь, одно другому не поймёшь. Дуся. Что Дуся? Я же 17 лет как Дуся. Кочкина. Дай сюда руху. Ой, ты что так делаешь? Ты что? Сейчас пока нас всех убьют. Мы всё равно с ними не справимся. Говори за всех, Кочкина. Так, кто самочек? Тихо. Слышали? Что это? Мамочка, у меня страшно. Так, давай по тихому прыгай, я с тобой. Нет, я не пойду, у меня страшная большинство. Ага, умирать не боишься. Нет, я не пойду, у меня куда? А-а-а! Пусти, пусти, куда? Алё? О! Папа, спаси нас! Давай сюда! Отпусти, я сказала! Папа, спаси, я не пойду! Отпусти! А-а-а! Я сказала, отпусти! Чего куда? Куда? Ну? Здрасте. Ну? А где ваш папочка? Папуля, где? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он никогда не мог понять, почему реклама, особенно вот политическая, или же быть такой кондовый. В чем секрет? Не понимаю. Ладно, я думаю, в любом случае это поможет тебе стать мэром, чтобы это были не выброшенные деньги. Так, на чем мы остановились? Значит, на вопрос относительно убийства журналистки нужно отвечать кратко. Без комментариев. То есть ты у нас белый и бушистый. Ну что, ну убейте их, как-нибудь так, без фанатизма. Здесь все-таки не маньяк, а убийца орудовал. Киллер, профессионал. По два выстрела в голову. Можно три. Пресса любит такие детали. Ну что, творческого вам вдохновения. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Э, ну-ка, стой! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О! Ха! Мент! Какая встреча? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Жов, значит. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот уж действительно, фекалии не тонут. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА УДАР 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 Какие страшные секунды, да? И всё мгновение, и она больше вообще никогда не закричит Ну что, мент, дочку-то спасать будешь, а? УДАР 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 Слава моя! Слава моя! Слава моя! Дыши, дыши. Ну почему, всерьез с ними это происходит? Откуда я? Привет. Здрасте. А это я вот к вам пришла. Класс. Что-то случилось? Да. То есть нет, ничего плохого. Меня взяли на телевидение. Теперь буду работать там и там. Поздравляю. Без тебя. Только осторожнее с темами. Ну да. Я просто хотела сказать спасибо вам и Дикому. Ну, Саня сейчас в школе на собрании. Я ему передам. Передам. А... Что? Я... Скажи, ну... Ты же лучше знаешь Дикого. Ну, допустим. Ну... Могла бы ему понравиться такая, как я. Не, ну... Чисто теоретически, конечно... Я думаю, что... Тихо. Ха. Наимно, я?